Северсталь и Спартак в третий раз сыграли между собой в рамках чемпионата КХЛ. Команды подошли к очной встрече в Череповце с абсолютно равными показателями. Равной получилась и игра. Гости первыми открыли счет, реализовав большинство. Ответную шайбу забросила Никита Гуслистов в быстрой атаке. Для молодого нападающего это первый гол в КХЛ. Во втором периоде уже Северсталь реализовала большинство благодаря точному броску Владислава Кадулы. Спустя всего три минуты москвичи отыгрались 2-2. В заключительный третий матч Денис Вихарев снова вывел Северсталь вперед, а Данил Вовченко увеличил перевес, забив потрясающий по красоте гол. Спартак одну шайбу отыграл и в итоге 4-3 важнейшая победа Северсталя. Все знали и мы, и Спартак цену сегодняшней игры. Она получилась и жесткой, и нервной. В начале и наших защитников трясло, и меня, скажу так, немножко подколбашивало. Но хорошо, что выровняли игру. Северсталь в заключительном матче перед паузой в чемпионате КХЛ принимал на своей площадке торпеды из Нижнего Новгорода. Череповчане открыли счет уже на четвертой минуте после точного броска защитника Владислава Провольнева. Далее при обилии голевых моментов шайба упорно не хотела идти в ворота. В третьем периоде Данил Вовченко увеличил преимущество Северсталя, а затем Владислав Провольнев забросил свою вторую шайбу в этом матче. 3-0 победа Северсталя уже пятая подряд. Общая игра очень плохая. Можно сказать, что по всех комплиментах у нас одна из самых худших игр в сезоне. Остановка была перед игрой по-другому. Надо было это выполнять. Это мы не делали. Мы хотели обыграть красиво, играть красиво, красиво голы забивать. Показывали, что соперник дает. И это, что они дают, надо брать. Сейчас все срослось. И соперники не такие сильные. Мы были в хорошей форме. Поэтому работали в обычном режиме. Просто стали выигрывать. Северсталь ушла на перерыв в чемпионате КХЛ на шестом месте западной конференции. И отрыв от 9-го места составляет 5 очков. Следующий матч Череповщине проведут 22 декабря в Ярославле. Владимир Сентябрёв. Новости. Продолжение следует.